Мэри Поппинс В Лондоне все было вверх дном. Майкл и Джейнс ссорились, малыши-двойняшки вопили во все горло, мама миссис Бэнкс плакала, а папа мистер Бэнкс сердился. Что это у нас творится? Кто-то почистил мою шляпу ваксой. Люди примут меня за трубочисток. Ты же знаешь, мой дорогой, что наша няня ушла навсегда, не сказав ни здрасте, ни до свидания. Что же мне с ней делать? Не знаю, что тебе с ней делать, раз она ушла навсегда. Но на твоем месте я дал бы во все газеты такое объявление. Срочно! Джейн, Майкл, Джон и Барбара Бэнкс, не говоря уже об их маме, нуждаются в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованием и немедленно. А потом я сидел бы и любовался, как няньки выстраиваются в очередь возле нашей калитки, застопорив все уличное движение. Теперь же мне пора бежать на службу. Мистер Бэнкс поцеловал жену в нос, помахал ребятам рукой и умчался. Вечером, когда Майкл и Джейн сидели у окна и глядели, как старые вишни в переулке гнутся и вертятся под порывами сильного ветра, К калитке подошла какая-то женщина. В руке у нее была большая сумка. И вдруг ребята не поверили своим глазам. Женщина поднялась в воздух и полетела прямо к дому. Ой, вот это да! Джейн и Майкл выскочили из детской на свой любимый наблюдательный пункт, лестничную площадку, и, затаив дыхание, наблюдали, как внизу в холле мама разговаривает с незнакомкой. В холле мама стала подниматься в детскую, и незнакомка тоже. Но как? Она просто-напросто села на перила и приспокойно въехала по ним на самый верх. Познакомьтесь, дети. Это ваша новая няня, Мэри Поппинс. У Мэри Поппинс были синие глаза и гладкие-гладкие черные волосы. Она не произнесла ни слова. Когда мама ушла, Джейн не выдержала. Нам показалось, что вас принесло ветром. Так и есть. Мэри Поппинс сняла пальто и открыла свою большую сумку. Сумка была совершенно пуста. Но Мэри Поппинс достала из нее целую гору вещей. И рубашки, и туалетные принадлежности, и домашние туфли. И вдобавок большую бутыль с ярлыком «Принимать по столовой ложке после еды». «Не хочу!» «Не буду!» «Не буду принимать!» Но Мэри Поппинс только поглядела на Майкла, и он почувствовал, что ее нельзя не слушаться. «Клубничное мороженое!» «Клубничное мороженое!» «Еще, еще, еще!» Из той же бутылки Мэри Поппинс налила Джейн апельсинового соку, близнецам молоко, а себе ромового пунша. «А теперь марш в кровать!» В мгновение ока ребята были раздеты и уложены. Из своей сумки Мэри достала кровать-раскладушку, уже застеленную, даже с пуховым одеялом. Накинув на голову фланелевую ночную рубашку, Мэри Поппинс стала под ней переодеваться, как в палатке. «Мэри Поппинс, мы с Джейн хотим спросить вас!» «Хотим спросить вас!» «Вы никогда от нас не уйдете, правда?» «Не уйдете!» Из-под рубашки вынырнула голова Мэри. «Еще одно слово, и я вызову полицию!» «Да ведь я... я только хотел сказать, что мы вас очень, очень...» «Останусь, пока ветер не переменится!» В один прекрасный день Майкл ни с того ни с сего спросил Мэри Поппинс... «Интересно, что бывает в зоопарке ночью, когда все уходят домой?» «Много будешь знать, скоро состаришься!» А ночью ребят разбудил чей-то голос. «Шейн, Майк, скорей! Надейте что-нибудь и бегом!» В комнате никого не было, но голос все повторял. «Скорей, скорей!» Ребята кое-как оделись в темноте и бросились туда, куда звал их голос. Они бежали по ночным улицам, площадям и аллеям и, наконец, остановились перед турникетом в высокой ограде. «Ой, это же зоопарк! А у нас нет денег на билеты, денег на билеты!» «Не беспокойтесь, проходите! Вот вам билет!» «Ах! Чудеса! Контролер сам раздает билеты!» Ярко светила луна. По всем аллеям зоопарка разгуливали звери и птицы. Они оживленно беседовали про чей-то день рождения. Джейн и Майкл разговаривали с пингвином, у которого под крылом был большой блокнот. «Чем вы так озабочены, дорогой пингвин?» «Сочиняю стихи ко дню рождения, да никак не найду рифму к слову «Мэри! Мэри! Мэри! Мэри!» Неподалеку от слоновника ребята остановились. Очень толстый джентльмен передвигался на четвереньках, а у него на спине на двух скамеечках сидело восемь обезьянок. Вдруг на Джейн кто-то налетел и зарычал. «Ох, простите, я очень тороплюсь, боюсь опоздать к кормлению. Прошу вас, пойдемте со мной!» Ребята последовали за ним в павильон крупных хищников. Протискавшись сквозь толпу зверей, они обомлели. В клетках сидели люди, взрослые и дети, и даже один адмирал британского флота. «Как они сюда попали?» «Потерялись, остались в зоопарке после закрытия». Кормление началось. Медведи в форменных фуражках раздавали корм, кексы, бутерброды. Адмирал ревел, как лев, требуя рому. Но самое удивительное было впереди. Тот самый медведь, который впустил ребят в зоопарк, пригласил их в террариум. Там ослепительно горели лампы. А в самом центре помещения, окруженное змеями, сидела Бэрри Поппинс. «К вам еще двое поздравителей, сударыня!» «Где твоя шляпка, Джейн? Почему Майкл без пальто?» Ребята не успели ответить. Прозвучало громкое шипение, и из самой большой клетки выскользнула королевская кобра. Все змеи приподнялись на хвостах. Сердечно поздравляю с днем рождения. «Сестричка, прими мой скромный податок!» Раздув клобук, кобра расцеловала Мэри Поппинс в обе щеки. Затем она сделала прыжок и сбросила свою золотистую кожу. Кончиком хвоста кобра что-то написала на ней, и, свернув ее венцом, приподнесла Мэри. Тут прозвенел колокольчик. «Большой хоровод! Большой хоровод!» На главной площади зоопарка танцевали и пели все. Звери, птицы, змеи. А громче всех распевал свои стихи пингвин. «О, Мэри, Мэри, ля-ля-ля-ля! Всех лучше в мире! Ля-ля-ля-ля!» Настало утро. Ребята завтракали. «Какой я сегодня интересный сон видела! Как будто мы были в зоопарке, и все звери праздновали день рождения Мэри Поппинс. И там был лев с завитой гривой и королевская кобра. И пингвин, который сочинял стихи, и адмирал в клетке! Это же мой сон! «Майкл! А может, это было на самом деле?» «Мэри Поппинс! Вы были сегодня ночью в зоопарке?» «Это еще что? Я приличная девица и знаю, что ночью полагается спать, а не ходить по зоопаркам. Я в зоопарке ночью. Придумали тоже!» Майкл, вытаращив глаза, уставился на Мэри Поппинс. «Джейн, гляди!» У Джейн тоже округлились глаза. Талию Мэри Поппинс обвивал пояс из золотистой чешуйчатой кожи, а всей его длине снилась надпись «На добрую память о зоопарке». Это лишь один из многих рассказов о Мэри Поппинс. Книжку обо всех ее приключениях написала старая знакомая Мэри, английская писательница Памела Треворс. Книжка так и называется – Мэри Поппинс. Перевод и сценарий Бориса Заходера Мэри Поппинс